Встреча людей, которые по-разному относятся к современному школьному образованию, но точно не равнодушны к его проблемам. Некоторые, столкнувшись с ними, ужаснулись настолько, что поспешили предложить своим детям альтернативное обучение, перевели их на семейное образование. Просто представьте себе учебное заведение, заходит человек туда, проходит турникет, ему нужно определиться в определенный класс, в фабрику. Вот у меня тоже сына забрала, потому что было 33 человека на 35 квадратных метров, то есть на ребенка меньше квадратного метра в одном классе. Там просто невозможно ни дышать, ни бегать, ни двигаться, ну просто жить невозможно. Но переполненные классы – не главная проблема, говорят другие участники. Куда важнее, по их мнению, качество школьного образования. Ученики и педагоги перегружены, причем часто больше формальными вещами. С тем показателем в высшем образовании школьном, она иногда содержит слишком большое число показателей, которые надо выполнять учителю. Поэтому вместо работы с детьми, учитель вынужден заниматься выполнением этих показателей. Формализм, бюрократическая нагрузка – большой недостаток традиционной системы образования, считают участники. А еще традиционную школу критикуют за то, что она не выносит альтернативного суждения. С чем у школы большие проблемы – это не восприятие критики. То есть есть только одна точка зрения – правильная. И вот это, как сказать, разнообразие мира, оно уходит. Вот я, например, по первому образованию журналист, мы много учили литературы. Есть литературоведческая точка зрения, есть правильный взгляд на произведение, но есть и другой. И ребенок должен научиться его высказывать только не потому, что я так думаю, не потому, что это мое оценочное суждение, а анализируя текст. Вот эта школа тоже не дает. В этом году на семейное образование перевели семь сотен детей в крае. Это на четыре сотни больше, чем в прошлом. Тенденция очевидна, но представители традиционной школы подчеркивают – такая альтернатива подходит далеко не всем. Семейная форма образования, она очень хороша там, где дети высокомотивированы и имеют поддержку родителей, либо там, где есть определенные организационные проблемы. Например, спортсмены, например, те, кто выезжает с родителями за границу в командировки. То есть разные варианты. Но говорить о массовом переходе на семейную форму, я считаю, это неправильно и так не должно быть. У ребенка должна быть возможность социализации. Маленький человек в школе проживает не только уроки. Это маленькая жизнь, где он влюбляется, где есть препоны и барьеры, где есть социальные задачи, социальные роли, которые есть поручения, которые он выполняет. Он учится быть ответственным, он учится быть выдержанным, сдержанным, он учится преодолевать трудности, приобретать лидерские качества, личностный рост происходит в школе. И все это происходит в школе. Поэтому, наверное, действительно массово говорить о том, что все переходите на семейное образование, наверное, преждевременно. Несмотря на жаркую дискуссию, эксперты едины в одном – альтернативные формы обучения наряду с классической должны быть. И чем их больше, тем лучше. Ведь так можно учесть интересы и потребности разных детей. Что касается традиционной школы, ее основная трагедия – тотальная оптимизация последних лет, считает краевой депутат. К сожалению, были целое десятилетие безвремени, когда оптимизаторы от образования, Фурсенко и же с ними, ввели в образование понятие образовательные услуги, государственное задание, нормативно-подушевое финансирование. И убрали из этого самое главное, то есть фигуры учителя и те функции, которые образование должно нести. Сейчас государство возвращается к этим вещам. Есть ли проблемы в образовании? Да, конечно, проблемы есть. Решаются ли они? Решаются. Ну, про ремонт школ, про строительство я сказал, да. 11 строится школ, 90 ремонтируется. Никогда таких темпов не было. Ну, вот за 30 лет в Алтайском крае просто не было. Появилось горячее питание для учеников начальной школы, да, и лиц, как бы, с ограниченной возможностью здоровья. Тренды меняются, убеждены власти, и проблемы школьного образования постепенно начинают решать, в том числе и повышать престиж профессии учителя. Ведь без этого надеяться на улучшение качества образования независимо от его формы не придется. Но об этом подробнее мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.